Отправной точкой маршрута губернатора по Первомайскому району стало старинное село с красивым названием Иловая Рождественская. Более 500 жителей медицинской помощью здесь обеспечивает современный фельдшерско-акушерский пункт. Особого внимания к себе требуют пожилые пациенты, однако немало в селе и детей. Население не убывает, а дети тоже в районе 120-124. В этом селе, да. То есть убыли населения, как во многих селах, в этом селе нет. Поэтому этот ФАП был построен в удачном месте, потому что это действительно живое село. Процедурные, смотровые и прививочные кабинеты – это то, что удалось разместить на 68 квадратных метрах. А еще благодаря ФАПу у сельчан отпала потребность в поездках в соседние населенные пункты за лекарствами. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Илова-Рождественское появился в 2019 году. Типовую модульную конструкцию поставили всего за пару месяцев. Сейчас гордость сельского ФАПа – это автономная скважина и собственное газовое оборудование. Все это обошлось федеральному бюджету в 7,5 миллионов рублей. Само село совсем скоро тоже будет с водой, а вернее с централизованным водоснабжением. Из намеченных 9 километров водопроводных труб проложили уже 6. В данный момент, параллельно, Александр Валерьевич, вот вы видите, здесь у нас там траншири. Здесь у нас строится водопровод в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Я в курсе по прошлому году, сколько проложили метров? 6200 метров. А вот в селе Старосиславино готовы похвастать технологиями. Завод «Агрофермент» здесь запустили в 2014-м. Сегодня это предприятие способно производить любую биотехнологическую продукцию. Однако пока основную ставку тут делают на минеральные удобрения и средства защиты растений. Аналогов нашего производства в России практически нет. Есть один завод в Бердске, Сиббиофарк, который еще остался от советского времени. Технологию производства ставили ученые в Содружестве Московского государства университета и Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. Производство настолько наукоемкое, что за 6 лет мы поменяли уже 3 линейки ферментных препаратов. Проектная мощность предприятия – 1000 тонн. Однако пока цеха загружены лишь на 30%. Виной тому рынки сбыта, зайти на которые не дают иностранные конкуренты. У нас некоторые появились отношения с инопрактикой. Нас сейчас включили в их комплексные исследования. И может быть, будет возможность у нас выйти на Мираторкина, а тоже Черкизова. Сейчас на агроферменте трудится 80 человек. Большая часть коллектива – выпускники Мичуринского аграрного университета. Плотно сотрудничать с этим вузом предприятие продолжает и сейчас. Чуть позже Александр Никитин убедился, что не только с наукой, но и культурой в Первомайском районе все в порядке. Перевоплощение сельского клуба в настоящий ДК досуговая площадка пережила в 2018 году. Тогда же появились бильярдные художественные и танцевальные мастерские. А в 2019 в рамках национального проекта «Культура» к числу прочих развлечений добавился кинозал. Дом культуры востребован, тот долгострой, который еще до 2015 года имел такой статус. Прошло время, мы его достроили как область Тамбовская. Мне особенно приятно это отмечать. Я думаю, что жители Первомайского района и поселка Первомайский это хорошо помнят и знают, что те обещания, которые я давал, я их выдержал, выполнил. А тем более там появляются уже в рамках участия области и района в национальных проектах, в федеральных проектах появляются новые возможности. В конце своего визита глава региона посетил мемориал в честь земляков, погибших в Великой Отечественной войне. Там Александр Никитин возложил цветы к подножью бронзовой скульптуры защитника Отечества, а после провел встречу с местным активом, где обсудил с жителями района насущные проблемы и вопросы. Марина Корякина, Евгений Михеев, Анна Мусатова, Область новостей.